Только танцевать ничего другого работникам горзеленхоза сегодня не оставалось делать. Их работу взяли на себя школьники и депутаты городского собрания. Сначала копают яму, потом сюда опускают дерево, засыпают чернозёмом и поливают. Так все дружно сажают берёзу. Всего в парк Акгёль привезли 120 саженцев лиственного дерева. Это личная инициатива главы города, которая, как вы знаете, придает большое значение озеленению нашей столицы. Настоящая посадка берёзовых деревьев подразумевает создание берёзовой рощи. Берёзовая роща, в нашем понимании, это будет рукотворный, животворный памятник. Памятник, посвящённый Дню Победы. Людей с лопатами в руках сегодня можно было встретить не только в редукторном посёлке. Трудовой десант высадился и в 4-й школе-интернат. На уборку студенты технического университета пришли без спецодежды. На субботник детям-сиротам спешили сразу после занятий. Парням здесь поручили вскопать палисадники, а девушкам доверили разровнять их граблями. Наш университетский двор Дагестанского государственного технического университета является лучшим двором. Уже 5 или 6 год подряд лучший двор Республики Дагестан. И мы решили, что в этой школе-интернате для сирот необходима наша помощь, которая будет соединять в себе две акции. Это и экологическое движение на ведение порядка, и с другой стороны воспитательная мера. Ребята в белых футболках и кепках – это студенты-добровольцы. На старое русское кладбище они пришли с одной целью – к празднику Победы привести в порядок обелиские памятники, очистить территорию от мусора. Мы, молодежь, не забыли подвиги наших дедов, прадедов, и сохраняем историю, и вот хоть какую-то пользу решили внести. Здесь ребята есть, которые уже второй год подряд приходят, и с удовольствием, как вы видите, уже знают, даже фронт работы не нужно говорить, что делать. По предварительным подсчетам наводили порядок сегодня в городе как минимум 500 человек. Это немало и немного, говорят организаторы. В таком нужном и важном процессе найдется дело всем, кто захочет увидеть свой город чистым и ухоженным. Патьмат Гусейнова, Ибрагим Магомедов, Руслан Касумов. Время новостей.